Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. В заседании принял участие губернатор Самарской области и руководитель комиссии Госсовета по направлению промышленность Вячеслав Федорищев. Возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала – одна из ключевых тем, отметил глава государства. Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи. Расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы. Ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи. Владимир Путин отметил, что в этом году завершается национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж. От предпринимателей неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта, и это будет сделано, пообещал глава государства. В следующем году стартует обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере и приоритеты экономического развития, которые стоят перед страной. В Самаре с сегодняшнего дня начинают отапливать социальные учреждения. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура составляет 10 градусов. Несмотря на то, что для подачи теплоснабжения столбики термометров должны опуститься до 8 и держаться на этом уровне в течение пяти суток, с учетом поступивших обращений граждан городские власти приняли решение о необходимости более ранней подачи тепла. Готовность города к отопительному сезону обсудили эксперты в рамках «Круглого стола». На обсуждении побывал наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты готовы подключать к теплу, не дожидаясь резкого похолодания. Таких учреждений в городе 564. Все они готовы к подаче теплоносителя. 1110 километров тепловых сетей, 1785 километров водопроводных и 1410 километров канализационных сетей также были охвачены подготовительными работами для дальнейшей эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода. С сегодняшнего числа начался отопительный сезон и подключение социально значимых объектов – больницы, школы, детские сады, но по заявкам. Если детские сады чувствуют, прохладно у них или влага какая-то, они обращаются в письменную единицу и теплоснабжающий организации подключают. Также в ходе круглого стола дали пояснение относительно завершения работ на некоторых участках теплотрасс. Как заверяют специалисты, на старт отопительного сезона данные работы не повлияют, поскольку имеются резервные схемы, по ним организовано и горячее водоснабжение. Подавать тепло в многоквартирные дома планируют с начала октября. В этом году ужесточились правила подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Помимо внесения паспортов готовности в электронное ЖКХ, органам местного самоуправления нужно заполнять специальные чек-листы совместно с Государственной жилищной инспекцией. Это, скажем так, новый формат подхода к контролю. Мы с органами местного самоуправления разделили фонд пополам, пошли на обследование. То есть для того, чтобы лучше понять реальное техническое состояние, после чего были сделаны по результатам этого мониторинга некоторые корректировки. Были внесены в действие управляющей компанией ТСЖ, были внесены корректировки по текущему ремонту и в этом сезоне. Ну, думаю, что и будут внесены корректировки управляющими компанией ТСЖ и в планы уже на будущие сезоны. Представители Государственной жилищной инспекции, профильного департамента, предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что жители тоже должны подготавливать свои квартиры к отопительному сезону. Например, переводить окна в зимний режим, чтобы тепло не уходило из домов. Еще один важный вопрос – смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. И, как следствие, изменение системы расчета за вывоз мусора. Мы ожидаем, что все равно будет обращение от людей. У кого-то платеж снизится, если в квартире зарегистрировано 2-3 человека. Если зарегистрировано больше людей, то, естественно, платеж увеличится. То есть, все равно будут вопросы и по этим начислениям. Но это более объективный, по крайней мере, будет способ. Напомним, что раньше самарцы платили из расчета за квадратные метры. Теперь сумма будет рассчитываться, исходя из количества зарегистрированных жителей. Если в квартире никто не прописан, то расчет будет происходить, исходя из количества собственников. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. В России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инциденты зафиксировали в Ростовской области и в Башкирии. Сейчас вирус распространяется по Европе. Симптомы схожи с предыдущими вариантами. Лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Чтобы защитить себя от COVID-19, необходимо соблюдать меры профилактики, напоминают специалисты. Нужно использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение. В период повышенной активности вируса лучше оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание. Особенно это касается людей с хроническими недугами и старшее поколение. Кроме того, медики советуют заранее вакцинироваться. Делать это нужно, когда нет никаких симптомов болезни. С началом учебного года активные общественники, сотрудники профильных ведомств и госавтоинспекции усилили взаимодействие с образовательными учреждениями Самары. В школах, лицеях и других учреждениях образования проводятся уроки безопасности для младшей аудитории, встречи и лекции для учащихся среднего звена и старшеклассников. На одном из таких уроков побывала наша съемочная группа. Вспомнить основные правила дорожного движения, напомнить о знаках, разметке, ограждениях, светофорах и в целом о правильном поведении перехода через дорогу. Именно это главные цели открытого урока, который в лице «Спутник» провели инспекторы дорожного движения и общественники при поддержке администрации Самары. Лицеисты активно включились в диалог, понимая важность мероприятия. Чтобы смотрели на знаки и во время перехода через дорогу смотрели направо, налево, чтобы не было машин. Встреча состоялась в формате доверительного разговора, по итогам которого прошла викторина. В подарок все участники получили светоотражающие браслеты, чтобы быть заметнее при переходе дороги, поскольку сейчас световой день становится короче. Мы раздадим светоотражающие элементы, чтобы ребенок был обозначен на проезжей части, чтобы водители его видели и заблаговременно могли предпринять торможение или полную остановку транспортного средства. Так как в последнее время все популярнее становятся средства индивидуальной мобильности, которые любят в том числе и подростки, эта тема тоже среди важнейших на открытом уроке. Руководитель велоклуба сказал, что они на занятиях в первую очередь обучают правильному использованию экипировки, а также базовым правилам при использовании велосипедов и самокатов. Когда на практике дети отрабатывают свои пути перемещения от дома до школы, либо еще куда-то, они запоминают, где и как правильно и безопасно пересечь дорогу, где надо на зебрах спешиться. Уже, не говоря, банальных правил зеленого-красного светофора. Повышение комфорта передвижения и безопасности не только детей, но и других участников дорожного движения – это одна из основных задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На это направлены и дорожные работы в рамках исполнения дополнительных контрактов на средства, выделенные по поручению главы региона. В этом году работами охвачено большое количество объектов. Особое внимание при ремонте и оснащении дорог техническими средствами безопасности уделяют социальным учреждениям, которые находятся вблизи проезжей части. При ремонте дорог всегда концентрируется внимание на применении технических средств безопасности, я уже сказал, разметкой дорожные знаки и пешеходные ограждения, чтобы в комплексе это работало. И это действительно ведет к снижению травматизма на дорогах. В лицее «Спутник» не только встречают гостей и экспертов, но и на регулярной основе самостоятельно проводят различные занятия, посвященные безопасному движению в школу. Дети всегда заинтересованно смотрят на новые лица, им всегда интересно, что им скажут, расскажут, покажут. И, наверное, если они с разных позиций, в том числе от родителей и от людей, посещающих наш лицей, услышат что-то новое, интересное, важное, даже если это повторится заново, наверное, это будет полезно. Сотрудники госавтоинспекции совместно с общественниками продолжат серию уроков о безопасности дорожного движения и в других образовательных учреждениях города. Андрей Горгулинко, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других темах дня. Далее, коротко о других темах дня. В России планируют выделить триллион семьсот миллиардов рублей на мат-капитал. Эта сумма на три года, сообщили в прислужбе Минфина. Размер выплаты будут ежегодно индексировать на инфляцию. Помимо этого, появится возможность получить неиспользованный остаток, сумма которого не превышает десять тысяч рублей. Предусмотрена также адресная поддержка семей с детьми. Работает целостная система с охватом всех нуждающихся. От беременности матери до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказании за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Авторы инициативы предлагают ввести штрафы для граждан от 500 до 1500 рублей. За повторное нарушение – 3000. Индивидуальные предприниматели заплатят от 3 до 5000 рублей. При повторном нарушении штраф составит 10 тысяч рублей. Наказывать планируется за выгул собаки без намордника и поводка, за отказ от уборки отходов животного на территориях общего пользования, а также за выгул собаки вне отведенных для этого мест. На территории Московской области уже действуют эти меры ответственности для владельцев животных. Инициативу предлагается распространить на всю страну. Упростился порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь для получения выплат достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Основную часть документов для предоставления субсидий госорганы будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом новый порядок не отменяет действующие правила. Желающие по-прежнему смогут обращаться за такой поддержкой в органы социальной защиты или МФЦ. Право на получение субсидий есть у россиян, у которых ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. В Госдуме на втором и третьем чтениях приняли закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении. Если сотрудник отработал в компании год, он может взять отгул за смену в выходной или празднике. В случае увольнения работодатель обязан выплатить ему разницу, если дни отдыха не были использованы. Крылатые истории. В знаковых местах Самары установят 27 бронзовых фигурок, формируя туристический код города. Концепция призвана наполнить пространство уникальными маркерами, которые отражают единую культурную составляющую областной столицы. Подробности выяснили наши корреспонденты. Привлечь гостей и заинтересовать местных жителей. Такую задачу в каждом городе выполняет туристический код. Какой он в Самаре? Архитекторы и дизайнеры попытались ответить на этот вопрос, разработав своеобразную схему города. В Самаре выделили пять смысловых локаций. Например, город Хлебного Междуречья переходит в город на склоне. Важна в каждой локации определенная фиксация этого настроения, фиксация этого образа и фиксирование через определенные символы, то есть определенные обозначения. Соответственно, город на склоне со своей вайбой, со своей террасностью, архитектурой, с пусками, Волгой, пляжами. Дальше граничит с городом музеем между Куйбышево и Фронзе. Основная плотность музеев, художественный музей, литературный музей, музей Дар-Рязанова, музей Модерна. Дальше называется город-площадь. Это резервуар массовых действий. Это площадь Куйбышево, это дальше площадь Чапаева с драмтеатром, это уход в Труковский сад. И следующий, пятый город, это город Славы. То есть это уже, скажем, больше советский, постсоветский период, где от площади Куйбышево, где основная ось его, наверное, это Молодогвардейская, потому что на него нанизаны все площади Славы Самарской площади, все университеты. Со смыслами, которые заложены в каждой части города, туристов будут знакомить стеллы, которые установят на улицах. Их авторы назвали вехами. При этом стилеобразующим элементом, который объединит все, станут крылья. В коде Самары, в туркоде, может быть, и даже в дальнейшем, и дизайн коде Самары, Крылья, как некий смысл, в принципе, ощущения нашей средней Волги, ощущения Самарской луки, ощущения полета над Волгой, полета над степями, то есть, значит, соединения всего. И вот это вот мы ощущение свободы решили закрепить в символе крыльев, которые, на самом деле, очень четко ложатся и на, в принципе, наши индустриальные достижения своего времени. Именно поэтому крылья имеют и маленькие волшебные существа-шишиги, фигурки которых разработали тоже в рамках создания туристического кода Самары. По легенде, шишиги жили на Волжском острове. Там много лунного света, который они ловили для создания волшебства. Однако их так манили городские огни, что кузнец сделал шишигом крылья, и с тех пор они смогли летать. Город их привлек огнями. Они вообще любят всякие блестяшки. В городе их очень много. Это все их очень привлекает. У них сорочий инстинкт. Они собирают это все вместе. Ребята, они довольно дружные. У них есть говорок. Вот они шикают, шишикают, ко всему добавляют букву «Ш». Собственно, именно поэтому имя шишиги им так понравилось. Собственно, когда они услышали, что их так назвали, две буквы «Ш» в слове – восторг. 27 бронзовых фигурок этих сказочных существ планируют установить в разных туристических местах города. Кроме того, авторы проекта разработают квест «Как найти шишик летунов и одновременно посетить все знаковые пространства Самары». Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Сегодня исполнилось 118 лет со дня рождения советского композитора и педагога, классика 20 века Дмитрия Шостаковича. Он появился на свет в Санкт-Петербурге, но его имя неразрывно связано с Самарой, с военным Куйбышевым, где в 1942 году композитор завершил легендарную симфонию борьбы и победы. В сквере театра оперы и балета состоялось торжественное возложение цветов к памятнику композитора. Слово Полине Челюковой. Тот, чья музыка будет жить вечно. Гениальный Дмитрий Шостакович – человек, который отражает дух России и является ее символом. Его имя неразрывно связано с историей Куйбышева. Именно здесь Шостакович закончил свою знаменитую седьмую симфонию. Она впервые прозвучала в стенах Самарского театра оперы и балета 5 марта 1942 года. 25 сентября, в день рождения композитора, представителей музыкальной общественности, учащиеся музыкальных школ и просто любители музыки великого композитора, пришли к памятнику Шостаковича возложить цветы и почтить его память. Чувствую личную гордость за то, что я, как говорится, через одну руку пожатия был знаком с Дмитрием Шостаковичем. Это гениальный музыкант, гениальный человек. И та драматическая жизнь, которую он прожил, она, конечно, была... Это была его жизнь, это была его победа над всем, над сталинизмом. Любимые всеми произведения Дмитрия Шостаковича исполняют музыканты Самарского муниципального духового оркестра. И ученики музыкальных школ вместе с учителями. Вспомнить о композиторе и отдать ему дань памяти приехал и гость из Северной столицы. Музыковед Иосиф Райскин – один из немногих, кто слышал исполнение Седьмой симфонии впервые в 1942 году в Запасной столице. Это воспоминание он несет с собой через всю жизнь. Кроме того, что он летописец XX века, он еще и наша опора жизненная. Он властитель дум. Потому что в жестокий век, одновременно прекрасный век, жестокий век – век катастроф, век человеческой доброты и вместе с тем век страшных преступлений против человечества. Шостакович все это отразил в своей музыке. День рождения композитора в этом году совпал с финалом музыкального фестиваля «Шостакович над временем». Полина Чулькова, Николай Епифанов, События. Отличься от работы и сделать пару упражнений. В Самаре реализуют проект по проведению производственной гимнастики «Зарядись». Его инициатором выступил региональный профсоюз работников агропромышленного комплекса. Идею поддержали и в городском департаменте спорта. К проекту присоединились сотрудники крупного пищевого производства. Подробнее в нашем сюжете. В кондитерском цехе крупного самарского пищевого производства некогда скучать. Необходимо быстро собирать многочисленные заказы на торты и пирожные. Чтобы работа шла веселее, в цехе включают музыку. Признаются, так работа выполняется быстрее. Ну музыка, она всегда дает положительные эмоции, да, и хочется что-то делать и побыстрее, повеселее. Поэтому с музыкой ты, да, повеселее. Так как работа в основном стоячая, то необходима и регулярная разминка. Особенно важно держать в тонусе опорно-двигательный аппарат. В рамках проекта «Зарядись» профессиональная спортсменка Татьяна Стельмах провела зарядку для специалистов цеха. Спорт необходим для здорового образа жизни, но также хотелось бы отметить, сегодня коллектив очень тепло принял. И в первую очередь, на мой взгляд, помимо того, что это здоровье, это также создает очень уютную атмосферу в коллективе. Спорт сплачивает опять же людей, у них появляется команда. На предприятии уделяют внимание не только тем, кто непосредственно задействован в производстве продукции, но и сотрудникам из других отделов. Мы проводим производственную гимнастику не только с производством, но и с офисными сотрудниками. То есть работа за компьютером тоже, как бы, напряжение идет на шею, на плечи, на спину. На предприятии глубокие спортивные традиции, поэтому они с удовольствием присоединились к проекту «Зарядись». Эта идея нам очень понравилась, мы, конечно, воспользовались ей и на своем предприятии воплотили ее. А главное, что эта идея понравилась не только нам, а нашим работникам. Они с воодушевлением это восприняли. У нас достаточно тяжелый физический труд, и вот эта вот легкая разминка создаст настроение и улучшит производительность труда. Проект по проведению производственной гимнастики «Зарядись» появился по инициативе профсоюза работников агропромышленного комплекса. Десять предприятий уже регулярно устраивают физкульт-минутки для своих работников. Многое зависит от руководителя. Как руководитель, какую политику у себя на предприятии проводит. Вот Литергина Ерошина – это очень активный руководитель, известный у нас в области. И она сразу подхватила эту идею. И действительно, сегодня люди, собираясь на производственную гимнастику, поднимают настроение. Такие производственные зарядки являются частью проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» и проходят также при поддержке городского департамента спорта. Польза от производственной гимнастики, от различных физкульт-минуток, от утренних зарядок, она очевидна. Мы надеемся, что это будет и для многих первой ступенькой к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Организаторы уверены, что, увидев результаты проекта, связанные с повышением производительности труда, к нему присоединятся предприятия и из других отраслей. Андрей Горгулинко, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки города приглашает подписаться на официальные ресурсы Министерства здравоохранения Самарской области. В период подъема заболеваемости ОРВИ на ресурсах размещается актуальная информация о ходе прививочной кампании, поступлении вакцин, ответы на вопросы об иммунизации и мерах инфекционной безопасности. Также регулярно опубликуется другая полезная информация о возможностях записи на прием к врачу, доступных цифровых сервисах для населения и графиках профилактических акций. Администрация Красноглинского района рассказывает в своем телеграм-канале, как распознать отравление арбузом и что делать дальше. Корпу арбуза могут заселять бактерии, которые способны вызвать кишечную инфекцию. Ее симптомы – диарея, тошнота, боль в животе, лихорадка. Расстройство может длиться от нескольких часов до нескольких дней и приводить к обезвоживанию. Последнее особенно опасно для детей, пожилых и ослабленных людей. При появлении неприятных симптомов советуют пить больше воды или раствор для регидрации. Он содержит глюкозу, электролиты и продается в любой аптеке. Обратитесь к врачу и обязательно расскажите, что ели арбузы. Это поможет назначить лечение. Чтобы не столкнуться с отравлением, нужно покупать арбузы только у продавцов с сертификатом на товар. Брать нужно только целые арбузы с неповрежденной кожурой. Необходимо тщательно промывать арбуз перед тем, как резать его. Нарезанные кусочки можно хранить в закрытом контейнере или пакете с диплоком, но не дольше 5-7 дней. 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Повод выразить признательность и благодарность всем людям, которые трудятся в сфере фармацевтики и заботятся о нашем здоровье, пишет телеграм-канал Железнодорожного района. В этот праздник всем фармацевтам желают успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.